У Гомеля протягивается 9-й международный фестиваль сатиры и гумору «Белая ворона». У дельники мероприемства – люди с порушением слыху. 6 команд – с Беларуси и России. Палаточный лагерь наведали наши корреспонденты. Все это фестиваль исполнилось 20 годов. Юбилею «Белой вороны» были рады как организаторы, так и у дельники, бо пошли 5 годов за финансовых проблем не проводился. Алисара с Центра инклюзивной культуры снова запросил до себя сябро у людей с порушением слыху. Кабьяны продемонстрировали свой творчий потенциал. Среди дельников фестиваля есть и те, кто приезжал на его каждый раз на протягу 20-ти годов. Коллектив менялся, участники меняются, но я, Белая ворона, самая старая города Бобруйска в нашей стае, каждый год участвую в этом мероприятии. Сегодня у нас присутствует и молодежь, и более пожилой возраст. Есть проблемы, но мы живем этим фестивалем. И на будущее хочу сказать, этому фестивалю жить и процветать в дальнейшем. Среди первых конкурсных выпробований у вернисаж гумористичных газет, после которого вызначаться лепшие мастаки-карикатуристы. А так само конкурс театрализованных программ у номинации артисты-гумористы. Свои таленты селета демонструют с коля 150 человек. Команды с Гомеля, Бобруйска, Борисова, Могилёва и Упершинюска, Ленинграда. Мы ходим на репетиции, танцуем. Ансамбль называется наш «Поющие руки». В школе, говорит, начала в 14 лет заниматься, потом в 16 лет в школе и в кружке. Закончила школу и продолжаю до сих пор заниматься в ансамбле. Для нас это первый фестиваль. Мы здесь первый раз. Юмор и сатира – это у нас впервые. В этом жанре будем пробовать себя. У наступный фестивальный день конкурсанты помируются силами у спортивно-культурных споборництвах. Кида не я, як астафетти, волейболи и дартси. Так само отримают свой титул мисс Белая Ворона и мистер Белый Крумкаш. Завершится фестиваль великим галоконцертом с узорьей Белой Вороны в ней церемонии узнагороджения переможцов. Ганна Корольчук, Максим Савин, Валерий Копанько, Телерадо, компания «Гомель».